Мне кажется, мы хотим пройти 90-е имя. Я прав? 95-е. Я не прав. 95-е. У меня есть записи, что к 94-му пару штук. Соответственно, ну то есть, а к 93-му есть тоже? Да, пройти я их. Ну все, значит, тогда я потерял что-то конец. Аджа, аджа. Хорошо, значит, ну этого козла мы же уже разбирали уже. Нет, это не козел, это другое. И нерожденного мы тоже разбирали. А вот у меня никаких записей по нему нет. Еще скажите, что никто не помнит. Нет, нерожденного много раз разбираем. Так, а может быть у нас в Шиве было те, нет? Ну давайте вернемся, потому что здесь не так все просто. Ну хорошо, давай тогда комментарии сперва. Вот, значит, ну у матхаваитских комментариев тут все просто. Аджа, нерожденный, накадаа пиджаяте, ики аджаа. Вот. Аджнея чабрамгани. Аджеча брамгани нитям паричихнита. То есть как бы в нерожденном, в брахмане, вечно он как бы определяется, размышляется. Ну и все в таком духе. То есть и Шанкарачаре тоже недалеко от этого ушел, где-то так. А вот Парашара Бхаттар, он очень интересно толкует. Очень интересно толкует. Он толкует, он выводит имя аджа от глагольного корня адж. Что значит тот, кто устраняет. Устраняющий? Да, устраняющий. Аджгати кшепана йогу. То есть кшепу осуществляет, устраняет, выбрасывает. Как сказано, и цитируется гита. А для тех, кто следует этому, в общем, устремлены к цели, «Я тьму, порожденную незнанием, уничтожаю, поскольку я пребываю в себе светом джняна дипина басвата, светом светильника знания». Ну и дальше там тоже цитаты из гиты. «Гам тва сарва патебьё мокша ища мима шучага». То есть корень адж. Укасович аджа – это подвигание вперёд, подвигающий вперёд ведущий вождь, козёл, коза, баран. Баран. То есть потому Овен первый знак в гороскопе. Нерождённый, ещё безначальный, вечный. Безначальный, вечный. Очень красиво. Женского рода природа. Но женского рода будет с долгим ад. Женского рода нам не подходит. И глагольный корень адж. Идти, гнать, понуждать, бросать. Ну, раз. Три значения. Это адж, адж – это вот, собственно, козёл от корня адж. А аджа, который нерожденный, он, конечно, не от корня адж. Адж корень. Вот тут он от корня аджа. От корня аджа рождаться, да. Ну, только аджа-то нету, аджана в смысле. Аджана, да. Оксан, ты понимаешь, какая здесь игра, да? То есть мы можем слово, вот есть слово аджа. И мы можем его проанализировать совершенно разными способами. Можем взять, что в аджа адж корень, а можем взять, что а – это отрицание, а корень – это джан. И эн, ну, в сложных словах отваливается у этого корня. Два принципиально разных толкования. Да, я поняла. У Бэру целый парагат, ну, как сказать, абжац. Ты можешь выразить, в смысле, кусок всё-таки из шивы? Да, я сейчас вырежу его отдельно. Я тоже помню, я помню, мы это слово разбирали про шиву. И там вот Бэру, как раз шкура, да, вот эта кожа, аджина. Зачитай, зачитайте это. Санскридская аджа связана с литературным аджьюз какой-то, я не знаю, как его читать тут. А, с литовским, это к вам, Мартис Юрьевич. Лит-точка. А весь там какой-нибудь. Ай-ю-ч. Прозрение было, Мартис Юрьевич, капец. Но в других индоевропейских языках параллелей нет. Креческий, армянский в этом случае, как и во многих других, идут рука об руку, имея сходное слово ай-ич, наверное. Я не знаю, как правильно читать. Ну, не столь важно, да. Но его нельзя объединить с анскридским согласно законам индоевропейской фонетики. Другое слово характерно для западных и индоевропейских языков. Латинское haedus, английское got. Вот это вот, got. Распространение этих слов в общих чертах соответствует намеченному выше делению на диалект и указывает на значение лексики при изучении этого вопроса. Производная adjina, шкура кожи, соответствует старославянскому zin, zino. И в обоих этих языках первоначальное значение козлиная шкура расширилась до значения кожи, шкура вообще. Есть также класс слов с общим для многих индоевропейских языков корнем, но особый суффикс, имеющийся в индоиранском, встречается кроме него. Что только в славянском и балтийском примерами могут служить следующие слова. А, на это дальше идет просто сравнивание. Ну, в общем, козлиная шкура. Мы еще там дошли до солмы, которую цедили через вот эту шкуру. Значит, овчину, да, цедили. А это мы хорошо тогда дошли. Файл. Анатолий скинул файл в скайпе. Все видят? Да. А если комментарий ничего больше не говорит, то, в общем, я предлагаю через несколько минут пойти дальше. Устраняющий – это один из комментаторов говорит. То есть он опирается на корень «адж», как «гнать». Ну, и какое тогда значение? Ну, «аджа». Прогоняющий, прогоняющий, изгоняющий, что ли? Что, тьму неведения? Аджиняна джам там ага. А почему мы не обсуждали такую тему, как в христианстве значение «агнца», жертвенного «агнца»? Он же имеет там большое значение. Ума, джайна, подстрекатель. Интересно. Зачинщик. Обратите внимание, что «агнец» и «агни» – они почти однокоренные. И баран является ездовым животным, ваханным. Бога огня Агни. Я больше думаю, что «агнец» – это со словом «огонь» связано, с жертвоприношением. Ну, да, да, да. Вот. Ну, и сразу вспоминается, что «аджа» – это еще и топленое масло, которое. И вот там вот в Махабхарате есть эпизод, когда там спорили брахманы, что следует жертвовать, как говорится, «агнца» – «аджа» или «масло». Ну, мы пришли тогда к тому, что это вроде как вот первый, то есть нерожденный, он как бы самый первый, да. И вот этот козел, он тоже лидер. Он, если его в стадо баранов пустить, то эти бараны все пойдут за ним, за козлом именно. Вот к этому мы пришли. Козел-поводырь. Лидер-поводырь. Кстати сказать, первая буква, я сейчас над картами-то работаю, да, вот первая свара Акара, вот, она как раз изображается в шахте такая с бараньей головой. Вот, как ни странно.